Осенний сезон охоты в Акмолинской области в самом разгаре с 4 сентября началась охота на водоплавающую дичь и копытных животных. Как известно, добыча животных производится в присутствии егеря, соответствующего субъекта охотничьего хозяйства. Зона покоя дичи, вот эта красная зона. А вот здесь, на этих секторах можно охотиться. Вот такие новые, видите, уже новые образца, стандартные, вот такие тоже картосхемы, тоже мы делаем это на каждое хозяйство. Вот у нас вокруг города 5 хозяйств, мы на них везде вот так делаем. Любительская охота осуществляется при обязательном наличии удостоверения охотника о путевке субъекта охотничьего хозяйства, разрешении на хранение, ношении гражданского оружия и патронов. Также при охоте с ловчими хищными птицами обязательным считается и наличие необходимого паспорта. В последние годы в правила охоты внесены более строгие дополнения. Нельзя охотиться на волков, а также при поиске охотничьих собак вне территории действия путевки оружие охотника должно быть разряженным или зачехленным. Охотники, как правило, осуществляют прикорм зверей для того, чтобы в их ближних охотничьих угодьях водилась дичь. Так сказать, стараются делать более привлекательными условия для пребывания животных именно в той местности, где будет осуществляться охота. В настоящий момент времени мы находимся на территории охотничьего хозяйства Боротай, Зерединского района. Вот проводится сейчас егерская служба, проводится подготовка к подкормушевому сезону на территории охотничьего хозяйства. Проводится инвентаризация кормушек, ремонт кормушек проводится. Недавно была проведена очень большая работа по ремонту аншлагов, обозначающих территорию охотничьего хозяйства, также обозначающих зоны покоя и дичи, воспроизводственных участков. В зимний период лесным животным добыть пищу сложно, да и выбор невелик. Поэтому охотники строят кормушки, в которые закладывают приготовленные снопы овса, сена, а также ветки деревьев и каруасины. Один из самых распространенных вариантов подкормки лесных зверей – это солонцы. Их устраивают для лосей, зайцев. Они бывают крытые и открытые, сделанные из досок и выстроганные из бревна. Подкормка дичи – одна из важных составляющих деятельности охотника. Это важно делать как для привлечения зверя в конкретные места охотничьего угодья, так и для сохранения и увеличения численного состава диких животных в конкретной местности. За Кукшетауским межрайоном обществом охотников и рыболовов входит закреплено 7 охотничьих хозяйств и 6 рыбохозяйственных водоемов. Охотхозяйство находится на территории Зерендинского, Биржанцал, Буландынского и Бурабайского районов. Осень – непростая пора для рыбака. Сначала еще наблюдается хорошая летняя погода и теплая вода. Однако уже в середине наступают холодные дни, а некоторые озера даже начинают замерзать. Чтобы осенний сезон рыбалки оказался хорошим, нужно тщательно подготовиться и узнать повадки рыбы в это время года. Соблюдение правил безопасности – тоже немаловажная часть сезона охоты и рыбалки. Областным департаментом ПЧС проводятся профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде. Департамент по чрезвычайным ситуациям Ахмонинской области убедительно просит соблюдать меры безопасности на охоте и рыболовстве. Если вы направились на охоту и рыбалку на резиновой лодке с маломощным мотором, то в лодке обязательно должны быть весла. Мотор может захлестнуть водой и вам поможет вернуться обратно только те же самые исправные весла. При выходе на воду обязательно должно иметься спасательный жилет. Спасательный жилет должен хорошо быть прикреплен к вашему туловищу. Немаловажная информация о том, что лодку, где вы качаете и где будете спускать вашу резиновую лодку. Так как место должно быть без торчащих либо каких-то арматур, без бутылочного стекла, а также немаловажно само то, что имеется под низом лодки. Если вы качаете ее на камнях, надо быть осторожным, потому что камни имеют острые края. И она может повредить вашу лодку, и вы только сможете об этом узнать, к примеру, только на середине самого же озера. С 13 сентября по 4 октября окмолинские спасатели и полицейские провели 388 рейдов. Распространено более 3000 экземпляров, памяток и буклетов. Отрадно, что за прошедшую неделю фактов гибели на воде не зарегистрировано. Однако охотники и рыболовы должны быть бдительными и не допускать несчастных случаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова